DigitalSpotter 7000 DigitalSpotter 7000 – это однофазный электронный аппарат для точечной сварки, управляемый микропроцессором. Оснащен многофункциональной контрольной панелью, которая используется для автоматического изменения параметров точечной сварки согласно выбранному инструменту и толщине металлических листов. DigitalSpotter 7000 стандартно укомплектован пневматическими клещами с воздушным охлаждением и тележкой. Дополнительно приобретаются набор аксессуаров для точечной сварки S-образные клещи. Дополнительно приобретаются рихтовочные устройства, универсальное и вытяжное, разогревающий электрод, оснастка для вытяжки ребер жесткости, держатель для приварки волнистой проволоки. Дополнительно приобретаются зажимы для кузовных работ, точечные крепления массы, специальные обратные молотки. Подключение к сети Подключение источника питания к штепселю однофазное на 400 Вольт. Подключите кабель источника питания к стандартному штепселю подходящей мощности и подготовьте розетку, защищенную предохранителями или автоматическим прерывателем цепи. Меры предосторожности для пользователя Примите все необходимые меры предосторожности. Наденьте перчатки, фартук и т.д., как указано в руководстве пользователя. Примите меры по защите электроники автомобиля согласно инструкциям производителя. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, удалите блок управления и кабели из рабочей зоны и т.д. Установка электродов Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя при присоединении кронштейнов с электродами к клещам. Установите электроды на рекомендуемом расстоянии. Присоедините все кабели клещей к соответствующим разъемам. Присоедините компрессор на подачу воздуха 6 бар и включите аппарат. Выберите необходимые функции – стальной или оцинкованный лист, толщину материала. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Очистите рабочую зону и приступайте к точечной сварке. Важно полностью очистить всю рабочую зону снаружи. Внутренняя часть требует очистки только при первой сварке. Последующие сварки можно производить на окрашенных внутренних частях или частях с другими покрытиями. Эффективность сварки гарантирована в любом случае. Дополнительно приобретаются различные варианты электродов для клещей точечной сварки. Режим «Пульс» Режим «Пульс» улучшает производительность точечной сварки на листах с высоким пределом текучести и листах со специальным защитным покрытием. Функции набора стадер Подготовка рабочей поверхности Удалите краску с рабочей зоны и крепление зажима на массу с использованием шлифовальной машинки. Заземляющий зажим должен быть расположен возле области, в которой будет производиться точечная сварка. Присоединение кабеля заземления Присоедините клемму заземляющего кабеля к медной пластине, как показано. При выключенном аппарате подсоедините кабели и плотно затяните. Присоедините к пистолету устройство для приварки шайбы. Зарядите шайбы в пистолет. Включите аппарат и установите функцию звездообразной шайбы, толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Поместите медную пластину рядом с областью, где производится ремонт, и приварите шайбу. Присоедините минусовой кабель к шайбе с помощью специального зажима. Качественное присоединение кабеля заземления гарантирует хорошее качество сварки. Для присоединения кабеля заземления также можно использовать тиски струбцину или дополнительное точечное крепление массы. Точечное крепление массы используется для краткосрочных работ на низких мощностях тока. Присоединение точечного крепления массы. Присоедините обратный молоток с приспособлением для крепления звездообразной шайбы к пистолету, используя для фиксации универсальный гаечный ключ. Включите аппарат и установите функцию звездообразной шайбы в толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Поместите звездообразную шайбу на лист, нажмите кнопку и отпустите ее в конце цикла точечной сварки. Продолжайте вытяжку с использованием обратного молотка. Поверните шайбу, чтобы удалить ее с листа. Повторяйте вытяжку в зависимости от масштабов ремонта. Вытяжка с помощью шпильки или шайбы. Присоедините соответствующий держатель к пистолету и ставьте в него шпильку или шайбу. Включите аппарат и установите функцию шпильки или шайбы в толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Поместите шпильку или шайбу на лист, нажмите кнопку и отпустите ее в конце цикла точечной сварки. Присоедините специальный крепеж к обратному молотку и продолжайте вытяжку. По завершении удалите шпильку или шайбу с помощью шлифовальной машинки. Продолжайте вытяжку. Вытяжка волнистой проволокой. Вставьте соответствующий электрод в пистолет. Включите аппарат и установите функцию волнистой проволоки, толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Приварите волнистую проволоку, придерживая ее рукой или используя дополнительное магнитное устройство для позиционирования. Подсоедините одиночный крючок-вытяжку к обратному молотку и приступайте к вытяжке. Для продолжительного ремонта используйте дополнительную оснастку с количеством крючков от 4 до 10. Удалите волнистую проволоку с помощью шлифовки или повернув ее зажимом. Высадка Вставьте соответствующий электрод в пистолет. Включите аппарат и установите функцию высадки, толщину листа. Приступайте к точечной сварке, надавливая на впадину. Время точечной сварки определите самостоятельно. Эта операция применяется для выпрямления листов с локализованными внешними деформациями или деформациями, которые появились в результате вытяжки с помощью звездообразной шайбы. Нагрев и закалка Вставьте угольный электрод в пистолет. Включите аппарат и установите функцию нагрева, толщину листа. Производите обработку в рабочей зоне по направлению от внешней стороны к внутренней, двигаясь по траектории концентрической спирали. Необходимое для проведения операции время определите самостоятельно. Нагрев поможет листу вернуться в нормальное положение, выпрямляя неглубокие впадины. Для произведения закалки быстро охладите поверхность прохладной водой. Односторонняя точечная сварка Электрод для односторонней точечной сварки Присоедините электрод к пистолету. Включите аппарат и установите функцию односторонней точечной сварки, толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Прижмите к месту деформации обезжиренную, неокрашенную металлическую пластину. Приступайте к точечной сварке. Ставьте в пистолет электрод в форме полумесяца. Ставьте в пистолет электрод в форме полумесяца. Включите аппарат и установите функцию точечной сварки полумесяцем, толщину листа. Приложите металлическую заплату над поврежденным участком и начинайте сварку по краю пластины. Необходимо прерывать сварку через равные промежутки времени. Длина интервалов определяется источником питания. Этот метод используется при ремонте с использованием металлических пластин, заполняющих впадины, образованные при деформации. Затяжка болтов и заклепок. Вставьте соответствующий электрод в пистолет. Для заклепок и болтов требуются разные держатели электродов. Включите аппарат и установите функцию нагрева, толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Приступайте к точечной сварке. Дополнительные аксессуары. Дополнительно приобретается устройство рихтовочное универсальное, оснастка для вытяжки ребер жесткости. Универсальное рихтовочное устройство применяется для исправления сильных деформаций. Устройство имеет головки с четырьмя муфтами, магнитную основу. К нему есть оснастка на 6, 8 и 10 крючков. Дополнительные аксессуары. Универсальное рихтовочное устройство используется для вытяжки волнистой проволоки. Дополнительно приобретается разогревающий электрод. Этот аксессуар используется для высадки без необходимости менять установленный инструмент. Присоедините разогревающий электрод к шпинделю звездообразной шайбы. Включите аппарат и установите функцию звездообразной шайбы, толщину листа. При необходимости откорректируйте время точки, установленное по умолчанию. Произведите вытяжку. Поверните рычаг, чтобы он был на одной линии с экстрактором. Затем установите режим высадки. Произведите высадку. Дополнительно приобретается устройство рихтовочное вытяжное. Рекомендовано при проведении быстрого и эффективного локализованного ремонта. Например, при повреждениях, умеющих бугристая форма. Присоедините электрод выбранного типа к рихтовочному вытяжному устройству. Присоедините устройство к пистолету. После установки нужных параметров приступайте к точечной сварке. Произведите вытяжку, используя рычаг устройства. Затем удалите электрод, повернув вытяжное устройство. Полученная деформация может быть удалена с помощью высадки. Установите параметры высадки и продолжайте работу, используя электрод. Набор также поставляется с круглой основой вытяжного устройства. Дополнительно приобретается обратный молоток. Рекомендуется для произведения незначительного ремонта машин и мотоциклов. Используется как стандартный инструмент для кузовных работ. В наличии имеются электроды двух видов, с тонкой и средней головкой. Дополнительно приобретаются обратные молотки различных размеров. Присоедините к молотку оснастку для вытяжки ребер жесткости. Рекомендуется для ремонта деталей с обширными повреждениями. С-образные клещи. Присоедините все кабели клещей к соответствующим разъемам. Включите аппарат и выберите толщину материала максимум 1,5-1,5 мм. При необходимости откорректируйте время точки, установленной по умолчанию. Отчистите рабочую зону и приступайте к точечной сварке. Клещи могут использоваться на ограниченных рабочих зонах и в течение ограниченного времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...